В центре Киева правоохранители задержали вооруженного мужчину. С собой у него была винтовка с оптическим прицелом. Как выяснили, направлялся он к Верховной Раде, где разбит палаточный городок. Зачем шел туда с оружием и что происходит в рядах пикетчиков в нашем материале? У нас полиция установила, что задержанный приехал в Киев из Одесской области. Оружие купил там же несколько дней назад. Причем помимо винтовки с оптическим прицелом, у него взяли также пистолет, нож и даже радиостанцию. Зачем он направлялся с таким арсеналом на мирную акцию протеста, выясняют не только полицейские. К делу подключились и в СБУ. Он сейчас находится в районном управлении. Порушено криминальное проведение. Подключены работники службы безопасности в Киеве. Мы сясованы, для чего он шел. У него была еще радиостанция вылечена. Также был найден ее автомобиль, который он пропарковал за несколько кварталов от этого города. Там оружие не найдено. Найдено несколько пустых магазинов до Мислийской ручницы. В самом же палаточном городке, куда направлялся вооруженный мужчина, сейчас обстановка спокойная. Но по данным СМИ между пикетчиками произошел раскол. Теперь у здания Рады только бойцы Добровата Донбасс, который привел на Деп Семенченко. Хотя ранее тут были и националисты, и сторонники нескольких полицил, в том числе руха новых сил Саакашвили. Именно он внес раздор в ряды митингующих. Впрочем, его роль в итоге оказалась не столько решающей, сколько комичной. В четверг он призвал участника в акции протеста к трем заявлениям, ранее требованным, отставку президента. А этого многие митингующие не поддержали. Саакашвили и речи пламенной говорил, и с народом обнимался. Но когда призвал час пикетчиков идти на банковую, сам сел в Мерседес и испарился. Сейчас у Рады около 300 человек, хотя изначально здесь было несколько тысяч.